Ставки больше чем 20% бизнес заявляет о резком росте стоимости обслуживания кредитов после повышения ключевой ставки ЦБ. Банки России утверждают, что столь высокая ставка сейчас выручает, помогает поддерживать финансовую стабильность, подавлять инфляцию, о чем нам рассказали предприниматели. Автозапчасти в России подорожали на 30-50% для легковых аномарок и для коммерческого транспорта. Как долго это продлится и что делать автовладельцам? Ставки больше 20% бизнес заявляет о резком росте стоимости обслуживания кредитов после повышения ключевой ставки ЦБ до рекордных 20% реальной истории предпринимателей у Михаила Задорожного. Собственник и гендиректор компании Folding, петербургский предприниматель Максим Гаврилов. Его компания занимается производством раздвижных стен и перегородок, которые используются, например, для создания переговорных комнат. Начинал почти 20 лет назад с импорта, потом решил наладить выпуск такой продукции в России. Раньше бизнесмен арендовал производственные площади, теперь решил, что пора обзаводиться собственными. Все планы рухнули после повышения ставки ЦБ, говорит Максим Гаврилов. Мы выиграли аукцион на земельный участок в черте Санкт-Петербурга. Небольшой участок, но нам этого достаточно, чтобы построить новое собственное помещение. Мы горим этой идеей, что перейдем в собственное помещение производственное. Я не под эти нужды кредит. Наша ставка кредита зависит от ставки рефинансирования ЦБ. Она выросла с 8% до 20,3%. Банк разводит руками, говорит, ничего не может поделать. Господдержка не работает. Мы вынуждены искать собственные средства, чтобы в экстренном порядке закрывать кредит. Дальше продолжать строиться по мере возможности за счет собственных средств. Владимир Путин поручил сохранить ставки по ранее выданным кредитам. Но, как позже пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, это решение касается ипотечных кредитов. Другие кредиты гражданам банки обычно выдают под фиксированные проценты, менять его не могут. А вот бизнес нередко занимает деньги у банков под плавающий процент, потому что других вариантов просто нет. Вот что рассказал нам гендиректор Финфлэр Ксения Рясова. Нам Сбербанк никакого другого проекта договора не предлагал. Все договоры заключались в плавающей ставке. Сбербанк, который, казалось бы, государственный банк, и который во всех пресс-релизах везде рассказывает, что будет поддерживать бизнес и что ставка останется прежней, нам автоматически на следующий день поднял ставку до 22%. Все ранее выбранные кредиты. Просто убийство бизнеса и все. У основателя сети семейных кафе и фабрики Андерсон Анастасии Татуловой кредитов с плавающей ставкой нет. Но сама проблема существует, подтвердила она. У нас нет кредитов, сейчас длинных никаких. У нас есть оверграфт, он не повышен. Ставка осталась прежняя, но проблема с кредитами есть, она довольно существенная. Из банков, которые совершенно ненормально, я считаю, реагируют на ситуацию, повышают ставку в 2,5-3 раза. Это, наверное, первоочередная проблема сейчас. И вот так, чтобы ставки все-таки на выданные кредиты сохранились. И сейчас еще в Министерстве экономики вот сегодня мне дали информацию, что по выданным кредитам будут кредитные каникулы. Но у меня пока нет никаких подробностей. Надо будет понимать, что это за условия. Формально банки имеют право повысить все кредиты, где 2,5-5. Я думаю, что это главное, чего нельзя сейчас допустить. Банк России сообщил, что готовит предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам. Про бизнес речи пока не идет. Возможно, это лишь вопрос времени. Золото, криптовалюта или что-нибудь еще? На фоне девальвации рубля россияне думают, куда вложиться, чтобы сохранить свои сбережения. Власти предлагают золото. Завсегда-то и криптобирж, цифровые активы. О плюсах и минусах этих защитных активов Влад Аарапов. В четверг инвесторы зашли в приложение своего брокера и увидели, что он поднял комиссию на покупку долларов, евро и фунтов до 30%. Позже стало известно, что прибегнуть к таким мерам от компании потребовал ЦБ, чтобы выровнять конкуренцию между брокерами и банками. Правительство, в свою очередь, поспешило предоставить альтернативную инвестицию – золото. И чтобы сделать вложение в него привлекательнее, Михаил Мишустин ранее предложил отменить налог на покупку благородного актива в 20%. Власти уже ожидают, что после этого потенциальный спрос на драгметаллы со стороны граждан должен составить до 50 тонн в год, или 15% от производства. Если говорить про нынешние запасы золота, то его доля в международных резервах ЦБ составляет почти четверть. При этом Банк России не покупал драгметалл еще с апреля 2020 года, объясняя это турбулентностью рынка. Продолжит вице-президент инвестиционной компании «Золотой монетный дом» Алексей Визовский. Два года ЦБ не участвовал на нашем рынке драгоценных металлов, хотя до этого он там десятилетиями по 200 тонн скупал каждый год. И вот тут, до выхода вот этих новостей об отмене НДС, ЦБ вернулся на рынок драгметаллов и опять начал скупать. Поэтому слитки-то могут и не достаться гражданам, вот в чем дело. У нас год добывается около 300 тонн, чуть больше, но большая добывающая держава. Но если НДС отменят, спрос вырастет в десятки раз. У нас есть пример перед глазами стран, которые отменили НДС на золото, и там вот был такой скачок. И я совершенно не уверен, что эти слитки, они просто до людей дойдут. Что касается льгот на приобретение драгметаллов, то они коснутся только покупки золота в слитках. От одного грамма до одного килограмма. Вкладываться в золото эксперты советуют долгосрочно. С 2019 года его стоимость выросла почти на 30%. Впрочем, во время экономической нестабильности драгметалл волатилен так же, как и валюта. Сбербанк сейчас продает 1 грамм золота в слитках за 9,5 тысяч рублей. На 3 тысячи дороже, чем неделю назад. Кроме того, благородный металл неудобно хранить. За банковскую ячейку надо платить, а без нее велик риск поцарапать слиток. После чего он может потерять в цене половину своей стоимости. Учитывая эти факторы, некоторые инвесторы на фоне девальвации рубля отдают предпочтение криптовалюте. С прошлой среды объем торгов по биткоину, по данным исследовательской компании Arcane Research, вырос в два раза. Цифровая монета также кажется привлекательной с точки зрения вложений, потому что привязана к котировкам доллара. Но и здесь не все так просто. Крупнейшая криптобиржа Binance на днях ограничила доступ к своей платформе россиянам, чьи карты были выпущены попавшими под санкции отечественными банками. Но позже представители площадки оговорили, что не будут замораживать все аккаунты граждан России, так как это противоречит принципам индустрии. То есть возможность инвестировать осталась, отмечает гендиректор КриптоА Алена Нариньяни. Остались банки, которые под эти санкции не попали, и с которыми продолжают работать большинство платформ, в том числе международных, и ими можно пользоваться. Прямой способ вывода средств Binance, это вывод непосредственно со счета пользователей на карту. Кроме того, никто не отменял, и я полагаю, что сейчас они расцветут буйным цветом, обменники, которые не требуют KYC, и которые, соответственно, можно использовать для того, чтобы обменивать криптовалюту на рубли или на другую валюту. Поэтому способы вывода средств из криптовалютных активов, они остались. Их не отрезали полностью, и мне кажется, что это физически сделать невозможно. Между тем, Евросоюз уже задумался о том, чтобы ввести санкции против конкретных российских криптоактивов. Министр экономики и финансов Франции Брюноле Мер заявил, что наша страна при помощи цифровых монет сможет снизить эффект отведенных ограничений. Однако в ЦБ своего мнения о крипте после бомбардировки западными санкциями не изменили, заявив, что выступают за полный запрет на оборот и майнинг виртуальных денег. Видимо, идея с золотом для государства пока остается более рабочей. Санкции добрались до братьев наших меньших. Международная кошачья федерация запретила до конца мая участвовать в своих выставках российским котам и кошкам. А Международная кинологическая федерация не будет проводить выставки собак в России. Проблемы могут возникнуть и с поставками специального питания для российских домашних питомцев. Международная федерация кошек ввела санкции против российских котов и кошек из-за спецоперации на Украине. Как сообщается на официальном сайте организации, до конца мая ни одна кошка, хозяин, который живет в России, не будет допущен на какую-либо выставку за пределами нашей страны. Правда, сделана оговорка, что ограничения могут пересмотреть по мере необходимости. Все это на фоне проблем с поставками кормов для домашних питомцев в Россию.